Сегодня мы расскажем вам об удивительном явлении самоорганизации, конвективных ячейках бинара. И для этого опыта нам не потребуется никакого сложного оборудования. Мы взяли силиконовое масло ПМС-10, намешали в него алюминиевой пудры и налили тонким слоем на дно металлической кастрюли. А теперь поставим эту кастрюлю в другую, в которую налита горячая вода. И посмотрим, что у нас получится. На поверхности масла появляется красивый узор, напоминающий рисунок на панцире черепахи или какие-то растительные клетки. Это и есть знаменитые ячейки бинара. Посмотрим на эти ячейки поближе. Во-первых, мы видим, что частицы краски вместе с маслом поднимаются в центре каждой ячейки и уходят вниз на границах раздела ячеек. А еще есть интересный процесс, в котором некоторые ячейки делятся пополам. И при этом границы деления могут перемещаться. А некоторые ячейки оказываются неустойчивыми и исчезают. Все это выглядит очень интригующе и загадочно. Надо сказать, что нам очень сильно повезло, что у нас под рукой оказалось силиконовое масло ПМС-10. Потому что когда мы попробовали его заменить обычным подсолнечным маслом, на поверхности масла все время возникали пленки из алюминиевой пудры, которые мешали образованию ячеек. Мы пробовали и спирт, и бензин, но самые красивые ячейки получались все равно с силиконовым маслом. Некоторые говорят, что ячейки Бенара можно получить даже с обычной водой. Может быть, и вам удастся получить что-нибудь интересное в своих опытах, если вы их проделаете. Первым явление образования ячеек наблюдал французский физик Анри Бенар в 1900 году. И он, конечно, понимал, что это явление связано с конвекцией, когда жидкость нагревается у дна, всплывает наверх, охлаждается на поверхности и снова опускается на дно. Но почему при этом должны образовываться правильные ячейки, впервые объяснил в 1916 году английский физик Лорд Релей, построив математическую теорию этого явления. Но вместо того, чтобы писать математические формулы, мы с вами сейчас сделаем гораздо более важную вещь. Дадим качественное объяснение этого физического явления. Когда мы нагреваем тонкий слой жидкости снизу, тепло переносится через жидкость от теплого дна к прохладному воздуху за счет двух разных механизмов. Во-первых, это процесс теплопроводности, при котором сама жидкость остается неподвижной. Во-вторых, это процесс конвекции, в котором тепло переносится благодаря движению жидкости, возникающему из-за теплового расширения и изменения плотности. У каждого из этих процессов есть свое характерное время переноса тепла. Если процесс теплопроводности оказывается медленным по сравнению с процессом конвекции, то процесс конвекции будет энергетически более выгодным. Но если жидкость где-то всплывает, то где-то она должна опускаться вниз, что и приводит к образованию ячеек с размером порядка глубины жидкости. Мы вслед за релеем объяснили образование конвективных ячеек за счет теплового расширения жидкости. Но оказывается, что конвекция может вызываться не только тепловым расширением, но и уменьшением поверхностного натяжения жидкости при ее нагреве. И для очень тонких слоев образование ячеек объясняется именно этим эффектом, который называется термокапиллярным. И первым это понял в 1958 году английский физик Джон Пирсон. Понятно, что поверхностное натяжение работает только на малых масштабах, как в нашей кастрюле. Но ячейки могут возникать и в очень больших, поистине космических масштабах. Давайте посмотрим на наше Солнце. Его поверхность имеет температуру 6000 градусов, а его внутреннее ядро разогрето до колоссальных температур в миллионы градусов. Выделившееся в ядре тепло поднимается наверх. И оказывается, что вблизи солнечной поверхности самым эффективным способом теплопередачи является конвекция. Здесь мы видим самое лучшее на сегодняшний день изображение поверхности Солнца. Видно, что вся поверхность состоит из отдельных конвективных ячеек, прямо как в нашей кастрюле. Вот только каждая такая ячейка имеет характерный размер около 1000 километров. При этом физики говорят, что перед нами находится холодная плазма, в которую вморожено магнитное поле Солнца. А теперь сделаем еще один опыт. Поднесем к ячейкам на электризованную пластиковую трубку, не касаясь поверхности жидкости. И поверхность масла резко изменила свой вид. Что же с ней произошло? Ваши соображения на этот счет пишите в комментариях к этому ролику на ютубе. Субтитры создавал DimaTorzok